ну что приветствую вас дорогие наши друзья у нас отпуск 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 мини отпуск и мы сейчас находимся на казанском вокзале и ждем своего пояса мы едем гастрономический тур по волжью на два дня называется казань ижевск мы видим выживку станет вкусно едем и едем мы у вас держали до утра же до трудно мистик тур попала уже на воду это можно просто едем чем удобно то что можно при оплаты карты не получить правда я его еще не получила но надеюсь что купили мы это связи с тем что как полю все помните тут вы закрыли и мы никуда не улетели уехали на майский праздник куда-то захотелось и вот мы решили себе устроить такой вот вылазку в ижевск вкусно покушать вкусно выпить чтобы красиво нам прислали такой видео обзор ну тех скурса не боже это такая презентация сегодня утром создалась группа наша группа которая едет да и туда прислали вот скажем так маленькую заставку такой знаете игровая под музыку как все это проходит но вам ее обязательно покажу нам так это понравилось вообще такие предвкушения поездки пояс у нас это алмаз москва ижевск фирменный двухэтажный и наконец-то на двухэтажном поезде покатается не про не ездили ни разу мы вам видео обзор по поезд обязательно покажу обязательно будет видео обзор из ресторана этого поезда и туалет мы предвкушение надеемся эти вот пару дней пройдут очень весело очень вкусно и позитивно да главное позитивно в общем поехали с нами небольшое путешествие в иже наконец-таки мини-мини отпуск наш да 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 ура ура который должен был ой начаться еще 21 а 22 уже продолжится в турции но начинаем моего чуть позже хотели аккуратненько ну вообще с салютом да отлично отлично но наливай ура отпуск мини-мини отпуск пусть и мини но отпуск хочет напилиться очень сейчас вот вроде бы едем на одну ночь ну скажем так два дня полноценных завтра уже утром мы будем в ижеевске вот но получается как-то вещей набирается очень много потому что погода неоднозначная она очень похожа на московскую то ли дождь то ли солнце поэтому и теплые кофты и обычные кофты приходится братья и запасные штаны в общем как-то так но я думаю нам одного чемодана совсем маленького в принципе должно хватить давно мы не ездили на поезде поэтому конечно же берем с собой дорогу много воды и какой-то ну перекусить какую-то такую еду ну а коридор как видите у нас процессе ремонта когда приедем нам здесь будут клеить обои а потом уже 14 мая приедет наша мебель ноги у нас вышло на маленьких чемоданчик на чемоданчик на самом деле маленькие не очень большие это если с рукой сравнивать мы поняли что все таки в один мы не помещаемся и сумка с какой-то такой едой всегда в поезде пробивают на всякие чипсы вот такую неправильную вредную еду в общем у нас видите еще новый год продолжается поедем на вокзал уезжаем из казанского вокзала на перевес не на него не легкий чемоданчик чемоданчик очень любит и сумка ну половина из этой сумки мы точно съедим я надеюсь еще сегодня идем и смеемся что как ни крути куда бы мы не ехали все равно два чемодана и вот так вот либо два маленьких либо два больших чемодана ну не можем мы не брать с собой какие-то вещи ну вот мы так устроены но наверное еще потому что у нас все-таки закалка куда-то чуйка пропала потому что мы год практически мало куда ездили но с октября вот и поэтому я думаю что в следующий раз может быть мы меньше возьмем вещи не а нам очень понравился вагон поезда персов для телефонов подарятся наркот новый поезд теперь в раз такой виду а подозрительных предметах сообщайте машине с ним куда нам куда нам нужен казанский вокзал да а а хорошая я на гитаре а а а он выводы 11 он на пока стояли искали выход а к нам подошел молодой человек он к девушке вам подсказать но нам нужен казанский вокзал он так стал почесал а я не знаю где это спасибо большое вам за человек вы очень добрый нет правда очень приятно когда вот есть такие люди почему ты вниз ну пойдем значит вниз говорят что надо пойти вниз правда казанском вокзале еще ни разу я не была поэтому ничего напишет сказать не могу народу конечно надо вам у нас красивая такая станция да 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 я промотала смотрела здесь барельефы как-то обычно когда ходишь по метро но я не обращала не обращая на это внимание а то здесь нужно снять что-то какой-то фильм сразу обращаешь внимание на красоту да так ну что двигаем по указателю вот как у нас ведет так мы идем казанский прямо прямо так прямо идем на казанский казанский вокзал пришли мы правильно это уже радует здесь конечно толпа мы решили что пойдем мы через улицу на вокзал потому что толпы в этот посыл что есть не хочется мы не любим толпы людей вот честно но вот очень не любим мы сюда даже направления для отдыха выбираем такие там где будет меньше людей поэтому всегда пытаемся это обойти ну что дошли мы до вокзала до казанского очень конечно мы выбрались да немножко подняла свежим воздухом там такая из метро там такая толпа идет просто вот а мы толпу вообще не любим нам будет такое посмотреть написано казанский вокзал подъезд 1 подъезд 2 вон ну мы сейчас разберемся надо будет пройтись посмотреть мне кажется подъезд 1 потому что подъезд 2 это наверное какие-то электрички экспрессы может быть идти а вон табло давай посмотрим пока что написано будет давай подойдем сейчас посмотрим часы конечно вот почему обращаешь на это внимание только какие-то то есть когда просто бегаешь по москве я даже не обращаю на внимание на многие вещи но в принципе да мы на отдых поэтому так оренбург отправление прибытия тарантантан поездам мне кажется без радость в какой подъезд заходить мне почему такое ощущение что по-моему пойдем зайдем мы заранее опять приехали у нас поезд только через час у нас поезд в 17.38 да у нас поезд как так поезд Италмаз двухэтажный фирменный Москва и Ижевск прошли мы в рамку досмотра здесь конечно нагар гораздо меньше чем так ой забраться бы куда нам а вон нет не наш экспресс вон а вот Ижевск нашла двадцать шестой фирменный но еще платформы нету вот двадцать шестой 17.38 платформы еще по нему нет хоть ну пойдем посмотрим что за вокзал пойдем кафе маму есть на входе ага ой какая красота обалдеть пойдем очень много банкоматов стоит на любой вкус и цвет так блинная русская кухня а то есть по куш здесь есть поезда данного следования но потом сюда будет поезда данного следования ну потом посмотришь Ага, Кисловодск, Ижевск, ну да. Сесть. Ну, это уже я лоза. Да что ж ты не по ногам-то едешь, Масечка. А, здесь второго этажа нет. Нет, здесь один этаж. О, гостиница. Крошка картошка. О, даже Липатио. Правда, входит, видимо, очень маленькая Липатио, но все же. А, Липатио, вот она. Кстати, может, в Липатио? Ну, в принципе, мы же там ужим, а... Что-то... Да. Кофейку. Кофейку и что-то такое съесть. Пойдем. Пойдем в Липатио. Пойдем. Да, я была в Липатио, посмотрим, как там у них. У нас еще целый час точно сможем. Ну, хотя бы. Да. Пойдем здесь пользоваться, я сказала, популярностью, потому что смогли еле сесть. Вот. Ну... Вот такого типа чая хочется заказать, но мы особо не хотим. Я вообще планирую покушать в поезде. Вот. Поэтому, ну, не знаю, какой-нибудь десерт, чай, а может, бокальчик вина, чай. В мини-отпуска, в мини-поездке. Ну, в общем, сейчас вот такое посмотрим, что-то в отчетке. Хотелось пива, ну и чай, маракуйя. В общем, давай, очокнемся, и можете наливать и пить. За поездку. Ура-ура. Вот казалось бы, на удивление, да? Такой забегаловкой. Не, ну это не забегаловка, Липатио, но все равно он на вокзале. Да. А чай вообще отменен. Да и пиво вполне. Так что рекомендуем. Казанский вокзал, Эльпакио. Тоже, конечно, без цены. Чай, маракуйя, стеллар, он, кажется, на пиво нормальная цена. Так он, в принципе, и есть. Чай, маракуйя, ну, наверное, чуть выше, чем у дяди. Ну, естественно, здесь цена. Ну что, нам нужно понять, какой у нас путь или там, как он называется. Вон, второй путь. Как раз он уже появился. Ну, успели ровно на минут, наверное, ну, через 15 заказать, получить счет, выпить пиво и чай и побежать на свой поезд. Я надеюсь, того уже пускают. А то, как бы мы, зря, получается, спешили. Ой, как здесь интересно. Винтересно. А, второй путь. Да-ра-тан-тан-тан-тан. Да, уже сажают. Наш поезд, нас ждет. Ура! Ай! Да, людей, конечно, очень много. Ну, я смотрю, что и у людей много, кто идет на этот поезд. К сожалению, мы покупали билеты довольно-таки поздновато. Уже СВ не с вами взяли и брали купе. Вот. Надежда на то, чтобы нам никто никого не подсадят в наш купе. У нас вагон номер два. А выбрали мы второй этаж. Всегда хотела поездить в купе на втором этаже поезда. Ой! А здесь еще один, оказывается, тоже двухэтажный. Наш мод, получается, да. Это не наш, тринадцатый. А наш мод, он же здесь. Двадцать шестой. Да. А, нет, вот он наш, правильно, двадцать шестой. Москва, Казан, Бежев. Просто вагон, она тринадцатый. А это оттон, поездки, наш. Вот он, наш. Бежев. Вагон номер два. Все правильно. А это какой-то пятидесятый, я не знаю, куда он идет. Ах, ну, все впустили. Не, ну, мы туда не впустили. Идем, идем, конца и края нет. Прямо. Я уже идти устала по платформе, а мы все идем. А то мы поняли, что наш вагон недалеко от вагона ресторана. Детышком. Да, у нас второй, а вагон ресторан это шестой. Так что в этом плане нам повезло. Я все-таки до сих пор иду и надеюсь, что в нашем купе, кроме нас, никого не будет. Ой, да, очень хватило. Вот уже третий вагон, проходим мимо. Народа все меньше, это уже радует. И впереди наш второй вагон. Да, поезд, конечно, просто огромнейший. Я даже не думала, что такие большие поезда будут. А, ну, это так видно. Ну что, заходим в поезд. Оп. Так. Это у нас первый этаж, а нам на второй этаж. Идешь, Месс? Все, эти. Поднимаемся. Так. У нас 89, 91. Так. Вот она. Нашла. Это мы. Так. Ну что, это вот второй этаж. Здесь уже белье все застилено. А вот у нас на первом, получается, не застилено. Но это, в принципе, логично, потому что приходят сюда, пытаются сесть. И мы, конечно, очень надеялись, что мы будем ехать одни, но уже один человек есть на второй полке. Вообще, так вроде бы не цивильненько. Я бы не сказала, что чистенько. Ну, конечно, это не Лев Толстой, который хейсенький, Москва хейсенький. Ну, вполне так, вроде бы нормально. В общем, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Вот это вот получается вот такой. Ну, конечно, второй этаж, он прям, он какой-то совсем маленький. Прям, честно скажу, маленький-маленький. Ну, на первом этаже мы не были. Ну, нет, я имею в виду не второй этаж, я имею в виду второй этаж полок. Спать, мне кажется, не очень. Первый этаж полок получше. Да, да. Но все равно ниже. Ну, да. Я думала, если какой-нибудь бойлер с водой стоять. Еще напомню, где-то туалет. Это вот, получается, где он будет останавливаться. Вот это, я напомню. Какие-то университеты. Первый этаж? Ага. Ну, ради любопытства, да? Абсолютно. Абсолютно. Мало чем отличается. Атолик где? Наверное, там дальше? Наверное, там. Ради любопытства. Да, 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 да. Ну, и потом сфотографируемся. Я пойду в этот. Куда? Ту-рун-кун-кун-кун. А, наверное, туалет. Все, вот они. Да. Здесь три туалета. Ну, и зеркало. Привет! В общем, мне-нибудь обратно. Мы недолго думали, мы решили пойти сразу в вагон-ресторан. Ножку далеко отходовать, да? Правильно? Гордить пальцы. Вот, мамочка хочет есть. Я мамочке не могу отказать. Потому что мы утром скачили. Просто чаю попили, кост попили. Потом... Да, она была закрыта. Потом... Быстренько... Какое-то... Чего-то перекусили. Потому что собирались. Ну, что, как ищусь. А сейчас я хочу есть. Пробраться, конечно, можно так всеобразно. Кстати, здесь очень тепло. 23 градуса. Поэтому... Замерзну, правильно ли мы замерзну? Да, я бы сказала, что жирковато. Идем, идем. Ой, а вот здесь кулер стоит. Странно. А у нас почему-то нет кулера. Хотя, по идее, должен тоже стоять. Чтобы можно было воду набирать. Ну, люди хотят же получить здесь. Ну, да. Двигаемся, двигаемся. Так. Четвертый. Мы там, когда что-то зацепили. Ага. Продвигали мимо одного шкафа, которого... Как вы, не очень. Да? Я думаю, он будет с нами. Он будет с нами. Не дай бог, он попадет вообще в наш купе. И вот он был с соседним в вагоне. Хорошо, что не у нас. Это шинец. За пол вагона был запуском. Телефон, да? Здравствуйте. Покушать вас можно? Можно. Так. Ура. Какое тебе место нравится? Вам выбрать вот это. Стоять, сидим сюда. Ура. Вы самые первые. Это уже радует. Открываем окошечко. Красота. Ну что. Рубрика меню, винная карта, пиво. Ну, в принципе, я бы сказала, цены вполне... Такие... Абсолютно так шампанское, гристое. А, надеюсь, получается, на два бокала. Как раз вот. Примятно. От средней до... Так. Ну, водку мы не интересуемся. Текилой тоже. Мне обязательно нужно чем-то ручку. А вот по руке где-то что-то. Круто. А, это завтраки. Распитаем предложение. Вот холодные закуски пошли. Ну, я бы сказала, вполне такие ценные. Я бы не сказала, что какие-то тяне. Нам как первым посетить? Ну, подожди. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас. Я посмотрю меню. Ну что? Конечно же, пиво. Да? Чин-чин. Ой, вкусненько. Да? Как же мы мечтали об этом отдыхе. Угу. Мы в родном деле, да. Вот нам сам факт того, что куда-то уехать, уехать не в Туру, а вообще куда-то уехать. Все, что мы вот за последние два месяца... Оставить все свои ноутбуки, компьютеры дома. Ну, мы вообще не ноутбук, ничего не брали. У меня лишь рабочий телефон в сумке лежит, но вот. И просто отдохнуть мозгами, телом. А, собственно говоря, было все равно уже, куда мы поедем. Ижевск, так ижевск. Главное, чтобы мы по деньгам пролезали. Да. Все деньги наши у ТСТура. Сволочи они. У нас получился 14 тысяч на человека без проезда. Без проезда. Проезд я брала бесплатно за РЖД бонус и все и тому подобное. Да. Поэтому у нас получил 14 тысяч на человека. Но у нас на одну ночь. Поэтому мы, кстати, мы поэтому не попадаем с тобой в тэшбэк. В тэшбэк идет, когда две ночи берешь. Это мы с тобой до этого еще одну поездку брали. Потом расскажем. Да. Так что, ну, прям. Здесь так приятнее, как там, музыка играет. Да. И очень-очень приятно такой вагон ресторан. Вот, честно скажу. Я прям не ожидала. На первом этаже там бар. Да, на первом этаже бар. Очень главное, мне нравится здесь по запаху. Я очень боялась, что будет пахнуть как там сыр и все какое-нибудь такое. Ну, чисто. Пахнет просто чисто. На самом деле чисто. Заказали себе еду. Заказали мы жульен грибной. Мы стали думать, кому такое мы. По жульену. И по куриному филе, запеченному там сыром. Надо думать, может быть, по-французски, что-то там есть, наверное, было. Ну, главное, чтобы было вкусно, чтобы это жевалось. Ну, и... Ну, да. А потом придем и клубнику закусим. Да, у нас с собой еще клубника есть. А еще у нас с собой еще есть пиво. И чипсы. Чипсы. Чем у нас это, господи, называется гриб этот? С трюфелем. Да, чипсы с трюфелем. Да. Мы купили самые дорогие чипсы с трюфелем. Мы проверяем себя на трюфель. Готовы мы к богатой жизни? Да, нет. А есть такая, значит, ну, примета. Те, кто любят трюфель, те готовы к богатой жизни. У меня был период времени, когда трюфель ненавидела. Да, прям дали запах, да, не переносила. Ну, то ли это было не трюфель, но все-таки какие-то вытяжки из него. А тут, в такой момент, я поняла, что я трюфель обожаю, я готова его есть в любом виде. И я. И я. И я. И я это повторяю. Ну, собственно говоря, мне трюфель всегда как бы импонировал. Но в связи с тем, что Рыжуля его не переносила на дух, то я уже ничего с трюфелем не покупала. Первый раз нам понравился трюфель. Вытами. Да. Вытами. Пробовать другую игру и нам все больше... Короче, мы на него подсидим. В общем, богатая жизнь, я готова. Богатая жизнь здесь и да. Подача журненчиком. С веточкой. Укроп, по-моему, это не петрушка, а укроп. Сейчас мама придет и будет, мама пробуй. Ну что, я не знаю, как у нас в Вагоне уходит туалет. Здесь в Вагоне ресторанин туалет вообще отменный. Настолько чистый, что просто я вот дивусь. И все там есть. Абсолютно все. Пробуй. Ну, это единственное, конечно, сыр. Ну, может, он немножко остыл, пока тебя ждал. Нормально? Да. Грибочки такие прям. Хорошо живутся. Да. Куриная грудка. Ну, я бы сказала, очень даже аппетитно выглядит. Ну, для РЖД. Главное, когда начали есть, оказывается, мы так захотели кушать. Кушай, кушай давай, пробуй. А, опять мама пробуй. Конечно. Люблю, я паху. Но мы поэтому едем, вкусно едем. Да, мы не просто едем, а вкусно едем. Ну, что, режете нормально. Нормально? Нет. Главное вопрос свежая, только приготовленная. Да, прям чувствуется. Это не где-то лежало и разогрели. Так, рубрика чек. Ну, в общем, сами все видите. Крушовица 1, Жульен Грибной 2, Фиде Куриное 2. Ну, я могу сказать, что это, в общем-то... Ну, для поезда, да, для вагона и ресторана поезда, в принципе, ну, наверное, нормальная цена. Ну, не нормальная, но нормальная. Ну, я думала, что вагоне могло бы иногда бывает дороже. То есть, ну, как бы для поезда, когда выбора особого нет, в принципе, нормально. Ну, и, в общем-то, вкусно. Мы местненько покушали. Пойдем смотреть бар? Да, пойдем бар посмотрим. Сейчас пойдем посмотрим с вами, какой здесь бар есть. Это кухонная телезь, вот откуда все... Да, 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 да. Вот это вот все, это кухня. А бар, видимо, где-то вот здесь вот. Ну, здесь маленький. Ну, все равно, есть чипсы, судя по всему, да, и какие-то напитки. Окогольные. Вот кому надо, могут прийти и выпить. Нет, не золото, все камеры, смотрите. Мы заранее камеры сейчас раз. Все, все, все есть. Такой небольшой барчик, в принципе, нормально. Ну, он нужен у нас с собой все свое. Да. Покушать, да, мы не стали себя брать. А, у нас клубника есть. А еще у нас есть, по-моему, яйки. Ну, яйки это так, на всякий случай. А там у нас клубника, чипсы. В общем, у нас... И пиво. Праздник продолжается. Только Надера осталась вернуться в дом своего вагона. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»